МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в начале июля во дворе дома номер 103 по улице Куйбышева во время урагана сильным ветром повалило два дерева. Со стороны управляющей компании никаких действий так и не последовало. И тогда местные жители сами деревья распилили и сложили их на детской площадке. С того времени они и ждут, когда все это с придомовой территории вывезут. Три месяца уже ждут, но ничего так и не происходит. Уже на протяжении трех месяцев жители дома номер 62, дробь 2 по бульвару Гагарина наблюдают из своих окон одну и ту же картину. Глубокий котлован, бетонные плиты и кучи земли. Что за работы здесь ведутся, непонятно. То ли меняют трубы, то ли ремонтируют их. Жильцы близлежащих домов могут сказать лишь одно. Уже давно на этом объекте никто не появлялся. За эти две недели здесь кое-что изменилось. Сразу бросилось в глаза, что стало намного грязнее. Но это только потому, что на объект наконец-то начала заезжать какая-то техника. Но самое главное, в котловане появились новые трубы. Но особо проблему это не решило. Под окнами местных жителей по-прежнему есть яма. А вот отопления в квартирах до сих пор нет. Долгое время жители микрорайона Чапаевский считали, что у них на контейнерной площадке, расположенной на улице Пархоменко, собаки орудуют, растаскивая мусор. Но недавно открылись новые факты. Именно они на фотографии Татьяны Лядовой. Так вот, кто оказывается собакам помогает. А вот интересно, у коз, которые приходят сюда пообедать, вкусовые качества молока не меняются? Вот на такой вопросительной ноте мы заканчиваем наше сегодняшнее дежурство. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Группа дежурной по городу ВКонтакте также в вашем полном распоряжении. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.